В 2015-м за год до Олимпиады в Рио-де-Жанейро борец греко-римского стиля Сергей Семенов и подумать не мог, что ему придется защищать честь российского флага наряду с ведущими борцами России. Юноша упорно тренировался, выигрывал первенство, в 2013-м стал первым среди юниоров на Кубке мира, а в 2015-м весовой категории до 130 килограммов завоевал серебро. Весовую категорию вы меняли или сразу пошли уже как тяжеловес? Как тяжеловес, и все время приходится где-то подгонять, даже если самый большой вес, даже если не до веса получается, то 3-4 килограмма надо форму войти и набрать. На каком этапе приняли решение вы и ваши тренеры, что вы уже переходите во взрослую категорию, и когда вы уже приняли участие по взрослым? Это был Кубок России, первый мой такой турнир по мужикам, команда выиграла, я все пять встреч отборолся хорошо, с первыми, со вторыми номерами их выиграл, и получилось так, что главный тренер сказал готовиться мне. Даже я чемпионат России пропустил по мужикам, чтобы готовился к первенству Европы до 23 лет и европейским играм в Баку. Выпускник Одинцовского лицея номер 2 свои первые шаги в спорте делал в детско-юношеской спортивной школе по единоборствам, руководил которой Вячеслав Жуков. Заслуженный тренер России разглядел в настырном и неповоротливом мальчишке большой потенциал. Сергей буквально ворвался в юношескую, а потом и молодежную сборную. Эдакий русский медведь, большой, сильный и умный спортсмен, который уже славился коронным приемом, броском с прогибом. Категорский медведь, большой, сильный и умный спортсмен. До Олимпиады в Рио Сергей входил в десятку сильнейших борцов мира. Главный тренер сборной команды Гоги Кагуашвили поставил перед спортсменами задачу войти в тройку лидеров, и Сергей не подкачал. В полуфинале Семенов встретился с двукратным олимпийским чемпионом Михаином Лопесом Миньесом, но уступил сопернику, который рвался к заветному золоту. В борьбе за бронзу Олимпиады Сергей Семенов боролся с эстонцем Хейкинаби. Схватка проходила на равных до тех пор, пока одинцовец не продемонстрировал виртуозный прием – бросок через спину. Бронза стала первым олимпийским достижением в карьере спортсмена, которому на тот момент был 21 год. В интервью Сергей не раз признавался, что победу на Олимпиаде посвятил своим наставникам, в том числе Вячеславу Жукову, который не дожил до триумфа спортсмена. Однако дело Вячеслава Семеновича живет и его продолжают такие яркие дарования, как Сергей Семенов, который серьезно нацелен на Олимпиаду в Токио.